Далее пришло время рассмотреть город элементалей, который называется сопряжение или в некоторых переводах называется еще колонией. Здесь разные феечки, элементали и так далее имеются у этого города. И сразу же скажем, что этот город примечателен еще и тем, что здесь самый большой прирост юнитов в игре, благодаря чему они берут не качеством, а количеством. И данная раса очень сильно прибавляет, если у них есть благословение. Поэтому иногда есть смысл играть через магию воды. Обычно с ее получением тоже нет таких уж серьезных проблем. Давайте пробежимся по вероятности получения первичных навыков, то есть статов так называемых героев. Представлены здесь классы героев точно так же воинами и магами. Воины представлены путешественниками. Маги представлены элементалистами. Путешественники получают 45% шанс на атаку, 25% на защиту и по 15% на силу магии и знаний. Таким образом, они тоже очень сильно качаются в атаку. И в этом плане они уступают в любом случае оркам, конечно же, варварам. Но не очень сильно от них в этом плане отстают. Если говорим о элементалистах, то у них 15% на атаку, 15% на защиту и по 35% на силу магии и знаний. В целом, получается, что элементалисты больше качаются на силу магии и знаний, как, в принципе, и надо магам. Но вот этот вот 15% шанс на атаку и защиту немножко их замедляет в качестве прокачки. И это большой минус периодически для прокачки именно элементалистов. Но у них есть свои плюсы. Далее, после 10 уровня, выравнивается ситуация у путешественников. Шансы становятся 30-30-20-20. У элементалистов шансы выравниваются вообще полностью. По 25% на каждый вид стата. Таким образом, дальше уже пропорциональная прокачка идет. А вот теперь перейдем непосредственно к самим героям. Начнем с путешественников. Стартуют они с шести очками в статах. Три из них уходят в атаку и по одному в защиту силу магии и знания. Первый герой это Пассис. Специалист по элементалям разума. Имеет в наличии базовое оружие, а также артиллерию. Приносит с собой стандартную для этого города армию в виде 15-25 феечек. А также в двух статах от 3 до 5 воздушек. Герой довольно средненький. В первую очередь за счет артиллерии. При этом без баллисты. Без баллисты артиллерии как таковой и не нужно. Но благо эту баллисту можно купить в самом городе, если построить кузницу. Едем далее. Следующим героем является Тунар. Специалист по элементалям земли. Имеет в наличии тактику, что уже хорошо. Приносит с собой немножечко другую армию. В третьем стэке там уже водянки в виде 2-3 приходят. И имеет у себя имущество. Имущество, в отличие от специалистов по золоту, оно не так уж и много золота приносит. Поэтому можно считать этот навык больше лишним, нежели нужным. Таким образом, Тунар больше хорош как вспомогательный герой-саппорт, нежели как прокачиваемый основной герой. Сразу отпадает вариант старта за него. Далее идет Игниса. Игниса у нас специалист по элементалям огня. Приносит стандартную армию с водяночками. Имеет тоже оружие и артиллерию. Точно так же как ПАСИС. Но у ПАСИСа специализация поинтереснее. Все-таки юниты 6 уровня на юнитов всего лишь 4 уровня. Поэтому вообще ничем не примечательно. Если вам нужна артиллерия и оружие, лучше тогда брать ПАСИСа. В этом плане он лучше. Дальше идет Лакус. Специалист по водянкам. И он приносит водянок в двух слотах возможных. И что примечательно, идет сразу же с продвинутой тактикой. Из-за того, что водянки не очень быстрые, как раз таки продвинутая тактика позволяет быстрее врезаться в какие-нибудь стрелковые стеки, к примеру. Или просто их закрыть. Помимо этого, после улучшения водянки превращаются в стрелковый стек. Поэтому игра через Лакуса и водянок, она может быть применима в первую очередь, если вам выпало много внешних жилищ, как раз таки этих юнитов. Далее идет Манер. Пожалуй, один из самых частых выбираемых главных героев. Во многом это из-за того, что хорошая специализация в виде элементалей разума, психических элементалей. У него сразу же есть оружие, ключевой навык для нанесения большего количества урона, в том числе и фейками. А также есть логистика, которая позволяет сразу же с первых дней бегать гораздо дальше, чем те герои, у которых логистики нет. Поэтому он хороший для темпа и до ударной мощи, и вообще. Далее идет Эрдамон. Тоже с имуществом, специалист по элементалям земли, с тактикой. В принципе, что Эрдамон, что Тунар, особой разницы нет. Два брата-близнеца по начинке, но разные вроде как по внешней аватарке. Далее идет Фьюр с продвинутым оружием, специалист по элементалям огня. Приносит с собой стандартную армию и наносит самый большой урон среди всех героев у этой расы. Поэтому, если ставка идет на ударную мощь, можно выбирать Фьюра. И, кстати, некоторые так и делают, хотя и не очень часто. Далее у нас идет Кальт. Кальт тоже специалист по элементалям воды. Но из плюсов можно отметить, что есть тактика, а из минусов, что есть обучение. Герой довольно противоречивый в плане прокачки. Далее у нас идет один из самых, наверное, популярных героев при игре за данную расу. А также, который считается имбой Эта Луна. У нее специализация по стенке огня. Сразу же имеется магия огня и мудрость. И стенка огня есть в книге заклинаний. Казалось бы, обычная стартовая армия. Она является специалистом по низкоуровневому заклинанию. Просто обычный хороший герой. Но нет, ребят. На деле, из-за усиления этой стенки огня, Луна творит такие чудеса и такие разваливает охраны, которые другим героям просто нереально сделать. Поэтому на многих линейных шаблонах, типа Джебус Кросса, она может выходить, например, в центр на какой-нибудь четвертый-седьмой день. Далеко не всеми героями и не всеми расами это можно сделать. Луна может выходить в центр на столь ранний срок, в принципе, за любую расу, без исключений. Поэтому недооценивать Луну никак нельзя. Но в то же время играть ею не так-то и просто. Там есть целый ряд особенностей, которые нужно соблюдать. В противном случае вы только сольете Луну как главного героя и можете даже потом после этого сдаваться. Так что не думайте, что все там так просто. Очень высокий скилл должен быть и концентрация. Следующим хорошим магом является Бриса, тоже элементалист. Элементалист, специалист по ускорению, и ускорение есть в книге заклинаний, сразу же идет с магией воздуха и имеет стандартный набор юнитов на старте. Также следует отметить, ребят, что элементалисты стартуют с тремя силой знаний и с тремя. Также следует отметить, что элементалисты стартуют с силой магии 3, со знаниями тоже 3. Ни один другой класс не стартует в магическом плане с такой силой магии и с таким большим количеством знаний. Они опережают всех магов. У них всегда 30 маны на старте. Хорошая сила магии, опять же, для старта. В этом плане, конечно, найти им какую-то альтернативу крайне и крайне сложно. Герой тоже Бриса хороший. Сразу же магия воздуха на многих шаблончиках и для некоторых стратегий именно магию воздуха надо качать. Поэтому, в общем, вообще здесь сложно найти какого-то плохого элементалиста. Вот очередной хороший элементалист, это Циэлька. Еще одной особенностью элементалистов заключается то, что им помимо мудрости дается еще и какая-то магия. И это, я вам скажу, огромный перевес в пользу того, чтобы качать среди магов именно элементалистов. Мало того, что хорошая сила магии и знания и какое-то заклинание имеется, так у них еще и какая-то магия уже есть и ее не надо будет ловить. И обычно это та магия, которая нужна под стартовое заклинание. Циэлька является специалистом по волшебной стрелочке, очень сильно ее усиливает и позволяет на ранних стадиях юнит из первого по третий уровень убивать, даже имея в наличии только магию и какие-нибудь единички феечек, что доступно далеко не всем героям. Едем далее. Один из самых топовых тоже героев элементалистов, прежде всего из-за того, что сразу же есть магия земли, это Лабета. Имеется Камни Кожа, не лучшее земляное заклинание, но тем не менее герой очень классный. И многие даже не станут играть за Луну, Брису или Циэльку только из-за того, что здесь есть магия земли и по-своему будут правы. Следующий герой это Интеус, это уже специалист по жажде крови, сразу же имеет магию огня, также хорошо подходит под какие-нибудь Армагеддоны, Инферно, Огненные Шары и так далее. Армию приносит стандартную, статы стандартные, с жаждой крови. Далее идет Эйнаин, еще один элементалист и в данном случае, пожалуй, не лучший элементалист. Например, он проигрывает той же Брисе и первый и второй идут с магией воздуха, но у этого специализация разрушающий луч и это заклинание есть, что гораздо хуже, нежели ускорение, которое здесь имеется. Вообще, следует отметить, что все герои делятся здесь по столбикам, видите, вот два специалиста по магии огня, два героя с магией воздуха, два с магией воды идут. Здесь появляется Джелар, который приносит золото, ребят, и помимо этого идет с магией воды, снятие заклинаний, тоже, пожалуй, не лучший герой и если вам нужно играть именно через магию воды, то более топовый вариант Циэлька. Но Циэлька подходит больше для богатых раскладов, а при игре на 200% уже Джелар смотрится лучше, поэтому иногда лучше Циэль, иногда Джелар. А вот среди земляных героев тут выбор очевиден. Однозначно, один из лучших магов, которые вообще есть в игре, это Гриндан, вне зависимости от выбранной вами расы. У него мало того, что есть магия земли, так у него и ключевое заклинание сразу есть. Это замедление. Приносит дополнительно с собой еще и золото, и в совокупности он делает вашу расу более богатой, пробивки делает более простыми, качается комфортно. В общем, это топ. Пожалуй, вот если говорить о топ-2 героях, которые здесь есть, это Гриндан и Луна. В эту же тройку, если подключить воинов, можно добавить Манера. Остальные герои не менее хороши. Ну, может быть, за исключением Ментеуса, Аэнаина и Джелара, которые уступают. А так, в принципе, Бриса, Лабета и Циэлька тоже не очень сильно будут в этом плане отступать. Также предлагаю рассмотреть вероятность получения разных навыков этими героями вторичных. Если мы говорим о путешественниках, у них 6% на поиск пути, 8% на стрельбу, пока вроде идут неплохо, 8% на логистику, 6% на разведку, что, наверное, не лучший вариант. Вот тоже, кстати, видите, если нужно словить логистику, можно брать элементалистов. Был даже случай, когда герой стартовал вообще не за элементалей, но искал себе героя, который может с большим шансом словить логистику, поэтому качал Игнису, которая далеко не лучший герой по специализации и навыкам, но просто из-за шанса получения логистики это было жизненно необходимо на тот момент. Далее идем шанс на дипломатию минимальный, тут двоечка, можно сказать. Далее восьмерочка идет на баллистику, что тоже, пожалуй, не лучший вариант. Также восьмерочка идет на тактику, артиллерию и обучение, в этом плане не лучший вариант. И девяточка на оружие, вот это, кстати, уже хороший момент. И, пожалуй, все из примечательного. То есть, в целом, путешественники не лучшие герои, но при этом хороший шанс на логистику, на стрельбу и то же самое оружие. С доспехами, конечно, могут возникнуть проблемы, на них только 5% шанс. Но тут уже насколько вы верите в удачу. А вот если мы говорим про элементалистов, то они не только хорошие маги, как таковые, но у них тоже есть определенные преимущества в плане того, чтобы словить необходимые для вас вторичные навыки. Во-первых, 8% шанс на мудрость и мистицизм. В данном случае мистицизм вы, конечно, будете при прокачке часто обходить. 8% на зоркость, которую вы тоже, скорее всего, будете обходить. По 6% на магию огня, воздух, землю и огонь. То есть, абсолютно с равным шансом заходит любая магия. И предположить, какая именно зайдет, крайне и крайне сложно. Но в их случае, понятное дело, у них уже одна из стартовых магий имеется. И понятно, что вы можете ее начинать качать с самого начала, если она вам нужна. Также 8% шанс на грамотность. 8% на доспехи. Точнее, на интеллект и на волшебство. То есть, это ключевые навыки для любого элементалиста, по сути, что очень и очень хорошо. Ну и, пожалуй, все. В целом, конечно, на дипломатию есть довольно посредственный шанс в виде 4%. Но, опять же, если мы говорим о том, у кого выше всего шансы словить дипломатию, это сначала идут священники, у них 7%. И только после этого уже с 4% идут рыцари, рейнджеры, друиды, маги, демоны, некроманты, чернокнижники и сюда же можно добавить и элементалистов. Субтитры создавал DimaTorzok